Добрый день дорогие ребята! Сегодня мы начинаем цикл занятий для девятых и одиннадцатых классов по русскому языку и математике. Мы выбрали эти базовые предметы, поскольку они являются обязательными и издают их все выпускники девятых и одиннадцатых классов. Занятия будут вести опытные преподаватели, учителя с большим стажем работы, выпускники которых успешно сдают экзамены ИОГЕ, ИЕГЭ и сейчас успешно учатся в ведущих вузах и других образовательных учреждениях страны. Моя сегодняшняя тема занятий, я проведу вступительное занятие для одиннадцатиклассников. Вот вы видите тему перебор вариантов. Некоторые иногда достаточно снисходительно относятся к этой теме, считая, что в принципе перебирать варианты мы все умеем. Действительно, мы всегда имеем дело с тем, чтобы выбрать варианты того или иного действия. Например, когда мы собираемся на улицу, мы должны выбрать себе вариант одежды. То есть мы должны выбрать себе какую-то обувь, одежду, брюки, костюм, верхнюю одежду, головной убор. И смотрим на погоду и рассматриваем разные варианты. И может быть еще играет роль, куда мы собираемся идти. В театр или в кино, или мы просто хотим погулять или идем на работу. Вот от этого мы выбираем варианты нашей одежды. Поэтому на самом деле умение правильно выбирать варианты – это жизненно необходимо. Но вот и в математике на самом деле бывают достаточно сложные задания, которые иногда бывает просто решить обычным перебором вариантов. Иногда его еще называют эмпирический метод или иногда в шутку называют методом научного тыка. Но здесь мы хотим все-таки не просто наугад подбирать что-то, а мы хотим все-таки организованный такой перебор вариантов делать. Вот рассмотрим, например, такую задачу. Допустим, мальчик Миша пошел в магазин, чтобы во время каникул было ему чем заняться, купить ручки и тетради. Допустим, ручки стоят 35 рублей. Значит, 35 рублей штука – это стоимость ручки. Стоимость тетради – 16 рублей за штуку. И известно, что Миша потратил на покупки 252 рубля. И требуется узнать, сколько же он купил ручек, сколько тетрадей. Для того, чтобы решить эту задачу, давайте мы введем неизвестные переменные. x обозначим количество ручек. То есть, x штук ручек он купил. И y мы обозначим количество тетрадей. Тогда он потратил на ручки 35x. На тетради он потратил 16 умноженное на y. и в сумме это, по условию задачи, 252 рубля. Здесь мы видим, что уравнение содержит 2 неизвестных величины. Как их искать? Обычно для того, чтобы решать уравнение с двумя неизвестными, нужно еще одно уравнение. А здесь получается, что нужно из одного уравнения найти сразу 2 неизвестных. Если бы, допустим, у нас все же y, ну, например, x был бы известен, y мы бы нашли очень просто. 252 минус 35x, это 16y, и чтобы получить y, надо поделить на 16. Это вот простая такая операция. То есть, мы перенесли 35x в правую сторону, поменяли знак и поделили на 16. То есть, если x известен, то можно спокойно из этой формулы найти y. Но x неизвестен, вот в этом-то и вся загвоздка. Давайте попробуем понять, все же, как мы можем найти и x, и y. Здесь нам поможет то, что x и y – это числа целые. То есть, это количество. Количество может начинаться от нуля, может быть, 1, 2 и так далее. То есть, это целые, неотрицательные числа. При этом, можно, конечно, просто попробовать подобрать какой-то x наугад. Ну, вот взять, например, x, равное 6. Подставим x, равное 6, получаем 252 минус 35 умножить на 6, будет 210. делим на 16, 42, делить на 16. Но, очевидно, 42 не делится на 16, и поэтому это не подходит. Так? Можно, конечно, продолжать, как бы, так просто подставлять, но это и будет, как бы, научный тык, скажем, да? Но мы хотим сделать организованный перебор всех вариантов. Но вариантов, как будто, много. Но давайте обратим внимание, что x не может быть очень большим. Потому что, если x большое, то 252 минус 35x будет отрицательное число. Насколько большим может быть x? Вот если x будет 7, 35 умножить на 7, будет 210 прибавить 35, будет 245. 252 минус 245 еще будет положительное число. Это при x, равном 7. При x, равном 8, уже очевидно, что будет отрицательное число. Поэтому максимальное – это 7. То есть у нас всего получается некоторое количество вариантов, а именно их 8 штук, которые надо перебрать. Ну, 8 – небольшое число, мы это все можем перебрать. В принципе, можно так и пойти. Но мы можем еще и немножко подумать и заметить следующее. 252 – четное число, 35 – нечетное число. Если мы 35 умножим на нечетное число, получим нечетное число. Значит, из четного, вычитая нечетное, мы получим нечетное. Нечетное, когда мы будем делить на четное, у нас не получится целого числа. То есть, ну, скажем, как это было, если, допустим, 21 шестнадцатых, никогда не будет целым числом, да? Вот. Поэтому x не может быть нечетным. Поэтому вот из этих вариантов надо убрать все нечетные числа. То есть у нас остаются варианты только x равно 0, 2, 4 и 6. Есть всего четыре варианта. Их надо перебрать. То есть мы сейчас будем что делать? Мы будем рассматривать варианты x и смотреть за y. Получается ли целым? Вот в этом выражении. Первый случай. x равно 0. Подставляем. Получаем 252 делить на 16. y равно 252 делить на 16. Можем поделить на 16 просто по правилам деления и увидеть, что не целое число. А можно поступить хитрее, сократить на 2. Здесь получаем 126 восьмых. При сокращении на одно и то же число дробь не меняется. Давайте еще раз сократим, чтобы еще проще было. 63 четвертых. Правильно? Прошу следить за моими операциями, чтобы было все верно. Я могу тоже ошибиться. Значит, 63 четвертых не делится. Значит, y не целое. То есть x равное 0 нам не подходит. То есть повторю, что мы должны подобрать такой x, чтобы y, найденное по этой формуле, оказалось целым. Возьмем x равное 2. y равно. Если x равно 2, мы получаем 252 минус 70. Это будет 182. Так, сокращаем на 2. Получаем нечетное делить на четное, но не делится на целое. Значит, x равное 2 нам тоже не подходит. Третий вариант. x равное 4. y равно. Значит, 4 умножить на 35. Сколько будет? 140. 252 минус 140. Это будет 112. Разделить на 16. 112, 16. Ну и здесь я чувствую, что, скорее всего, поделится. Так? Наверное, вы уже поделились даже, некоторые из вас. Давайте сократим на 2, получаем 56, 8 и получается 7. Действительно, y у нас получается целым. Таким образом, мы получаем, что x равное 4 нам подходит. При этом y будет равно 7. На этом можно было бы уже как бы и остановиться. То есть мы нашли два числа x и y, которые удовлетворяют нашему исходному уравнению с двумя неизвестными. Но может так оказаться, что это уравнение имеет два решения. Поэтому нужно довести наше дело до конца, перебрать оставшиеся варианты. А оставшийся вариант у нас всего один. x равное 6. x равное 6. y равно. Значит, напомню, что мы вычисляем 252 минус 35x. x 35 умножаем на 6, получаем 200, сколько? 180 плюс 30, 210. То есть получаем 42. 42 делим на 16. Ну и тут очевидно, что не делится на целом. Поэтому получаем, что x равное 6 уже не подойдет. То есть единственный ответ у нас заключается в том, что x равно 4, y равно 7. То есть Миша купил 4 ручки и 7 тетрадей. Это ответ. Заметим, что мы решили эту задачу методом полного перебора. Мы перебрали все варианты, которые могут подойти. При этом мы исключили некоторые варианты, которые заведомо не подойдут. Поэтому, казалось бы, сложная задача с двумя переменами оказалась полностью решена. И я сравню этот метод с таким вот случаем жизненным. Когда вы стоите перед закрытой дверью в комнате, вам надо открыть. У вас десяток ключей имеется. Наверное, можно сделать слепок с ключа, с замка. Сравнить с ключом и выбрать тот, который подходит. Ну, наверное, в жизни вы сделаете по-другому. Вы посмотрите, какие ключи примерно подойдут. При этом вы уберете те ключи, которые заведомо большие или маленькие, от амбарного замка или от сундучка. Возьмете те, которые могут подойти. Там останется штук 5, например. И вы дальше каждый по очереди будете подбирать. И можете найти тот ключ, который откроет вам дверь. Поэтому метод перебора, он в принципе, на самом деле, научно обоснованный, практически применимый. Я думаю, он может помочь решить многие задачи. В том числе, даже самую сложную задачу из ЕГЭ иногда можно решать просто методом перебора. Дорогие ребята, я надеюсь, что наши занятия вам помогут в изучении математики, русского языка. Следите за информационными материалами на сайте нашего министерства и Института развития образования и повышения квалификации.